Есть закон, закон, который запрещает кормить тысячи голубей, а они уже не доели. Кормить надо, живым всем кушать надо. Почему каждый день кушаем с утра до вечера? Так и выглядит вечный спор, кормить или не кормить. Один из противников – Виктор Петров, он живет на седьмом этаже в пятом доме на улице Сулеймановой. Жалуются, что от голубей, которые облюбовали бетонные плиты, только грязь. Смотрите, все обгадили. Вот. На голову. Виктору Ивановичу сейчас 80, и в своем доме он живет с момента, когда последние сдали в эксплуатацию. То есть последние 33 года. Мы голубей кормим. А если вот так, были в моем году, когда мы голодные все были за то, то, что моя мать здесь в кармане это зерно украла, пять лет каторга давали. Отчасти позицию кормящих поддерживает продавщица из магазина, двери которого выходят на эту площадку. С утра начинают, особенно в пятницу, в четверг уж наши татары же все равно кому-то подавать должны. В соседнем дворе возле колодца установили табличку. Публикация в одном из городских телеграм-каналов собрала почти 30 комментариев и больше 8 тысяч просмотров. Мнения людей разделились и там. Еду на люке колодца выкладывают по доброте душевной, а возле колодца норы крыс. Выходят и едят эту еду с голубями. Судя по комментариям, надо поставить таблички не «не кормите голубей», а «не кидайте помои», и тогда все будет нормально. Люди просто озверели. Если верить специалистам Роспотребнадзора, то голуби могут переносить некоторые опасные для человека болезни. В числе самых знакомых – туберкулез, энцефалит и птичий грипп. Или орнитоз. Его можно подхватить как при прямом контакте с больной птицей, так и при вдыхании частиц экскрементов, слизи или пуха. Его еще называют птичьим бешенством. Если у людей продукты, они же не будут их в помойку выкидывать, правда? В отличие от других дворов, где сердобольные жильцы подкармливают бездомных, на улице Сулеймановой относительно чисто. Испорченные еды ни на крышках люка, ни возле мы не заметили. Чего не скажешь о гуанах, которые без особого труда можно заметить на асфальте. Ровно над трубой, на которой любят проводить время голуби в свободное от еды или других птичьих дел время. Вот посмотрите, там везде вот сам после них загажено все. Много голубей сидят? Очень даже, вот они же ждут сидят. Пока одни спорят о моральной стороне вопроса, Виктора Петрова интересует, кто будет отмывать его балкон на седьмом этаже. Правильно, я могу найти, у меня газеты есть, штраф положен платить, кто это заразу разводит. Закона, на который ссылается 80-летний Виктор Иванович, на самом деле нет. Точнее, ни в одном из действующих нормативных актов не прописано, какая ответственность полагается желающему подкормить птиц и других бездомных животных. Поэтому недовольные горожане и многие управляющие компании могут воздействовать на заботливых только мотивационными плакатами. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.